здравствуйте дорогие друзья сегодня я решил сделать такое видео веселый случай когда вспоминаешь случай веселый а когда видел первый раз вообще не весело было я ехал на ниве него это у нас тайга недавно поменяли новый подчипник здесь она время еду и что-то машина чуть спустилась задняя часть на время смотрю через зеркало заднего вида и тут колесо находится где-то не в этом уровне а где-то в этом уровне наше колесо так вышло и машина вот так едет 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 и одно время останавливаясь смотрю что у нас колеса шире начали я хочу машина за этого решил остановиться посмотрю здесь не подчипника ничего нету сейчас пару метров я проехал я решил что этот ну мне посоветовали лучевую поменять полуось полуось вышел здесь что случилось оказывается меня вот здесь хомут есть у меня я купил боюшный полуось за полтора тысячи вот такой боюшный полуось новый хотел поменять новых магазин не было сказали под заказ и ждать надо было что долго не ждать я решил больше не взять больше не тоже проверили но здесь состояние не критическое почипник вот свой старый родной стоит и вот эта штука стоит у него ну вот почистил его все вроде нормально сейчас вот эти болты тоже поменяю на свои они там один болт с плохой резьбой идет я лучше все свои поставлю мы тогда у нас почипник чуть шатался решили его поменять мы его поменяли вот эту штуковину новую купили поставили нагрели накинули сюда ну не именно она не у нас на моем накинули все нормально ехали одно время вот эта штука полетела отсюда и все там вот этот наш полуось вышел сюда и такой случай на заднем хорошо что у него передок на заднем мосту ехать не получалось включил передний мост блокировку и поехал чуть-чуть ехал поднимал на танкрат и закидывал обратно вот так закидывал опускал ехал опять выходил он опять закидывал опять выходил ну вот такой случай наверное кто-то из вас тоже сталкивался с таким случаем решил я сейчас поменять сейчас она сама ушла барабан был здесь что барабан снимать снимать тоже чуть тяжеловато было я что сделал ну начал было чуть тяжело взял газовый баллончик который продается магазинах нагрелый барабан круговой и этот молотком этот деревяшка туску поставил на эти болты и вот крест-накрест ударил пару раз он сам слетел так что много усилий вкладывать много не надо нужно просто баллончиком его нагреть и два-три удара таской таску ставите молотком крест-накрест и он сам слетит а так без этого его тяжело с ним я его сейчас вытащу беру так-то вроде он состояние вроде хорошее но я чуть проехал боюсь что он загнулся потом у нас редуктор он испортит все и стал рисковать купил другой более уверенный когда ваш не покупаешь тоже там тоже уверенности мало но все равно вот это у него стоит хорошо полностью сбор идет подшипник хорошем состоянии он тоже свой пока стоит у них если не выпал значит будут дети что мне тоже не выпадет дальнейшем небольшой совет если меня это это после как мы его его поставили новый вот этот поставили на полуосе здесь две точки хотя бы сваркой надо поставить чтобы он не слетел отсюда а то по дороге он вас конкретно подведет так хорошо что рядом с домом если дали далеко было бы то надо было уже над по дороге там его ремонтировать на дороге ремонтировать темное время суток было все закрыто из-за этого тяжело бывает вот это меняете сразу здесь 40 две точки ставите все и проблем не будет у вас лишь раз когда снимаете в болгаркой маленькой болгаркой можно аккуратно отшлифовать и снять проблем никаких нет можно это сделать опять тоже он поставил приварил сейчас я решил все это поменять чтобы это поменять мне надо вот это снять отсюда здесь четыре болта имеется четыре болта вот эти болты у нас здесь находится 1 пол 2 2 болт и еще внизу тоже 2 болта я сейчас отключу одной рукой снимать и откручивать не получается получать то получается но тяжеловато поэтому где-то у меня вот я уже расслабил расслабил сейчас вот так это вытащу сюда вот это вытащу сюда дальше подчипник надо будет вытащить там еще сальник имеется сальник тоже вытащим все потом покажу вот такой новый сальник чтобы масло туда не вытыкало это сальник идет сюда сверху так ставится чтобы его снять вот это чтобы снять нам пришлось всю эту систему разобрать нам его надо было и так разбирать потому что цилиндр видите тоже вышел у меня там новый цилиндр есть его тоже можно вот манжет поменять поставить на место рабочий был цилиндр поставлю оставлю его в виде запаски сюда поставлю новых цилиндр вот жидкость тоже течет вот открутил все кайки там вот вытащил сейчас осталось подчипник вытащить сюда надо будет подчипник вытащить посмотрим как то надо его вытащить оттуда потом за ним находится вот это наша штучка штуковина за подчипник потом еще может сейчас я вытащу все это вот наш виновник подчипник вам это тоже сняли тормозную жидкость тоже убрали чтобы не мешать подчипник снимать вот он у нас за мной чтобы цилиндр менять все надо будет открутить поэтому я решил это сразу открутить убрать чтобы он нам не мешал здесь подчипник сняли но чуть-чуть надо было его рассчитать он хорошо сидел здесь вот наш здесь находящийся подчипник новый вообще который напоминали недавно месяц как нету и вот этот наш труб который нас подвел там еще саник остался если видите вот здесь саник имеется это самик тоже надо сейчас снять загнуть и снять так аккуратно как подчипник не получится у нас его снять поэтому чуть-чуть усилий надо будет прикладывать снимем сейчас вот наш манжетик манжет он оттуда мы его вытащили вот здесь он был вытащил уже белый пару-тарых сделал место сделать для отвертки отверткой зацепил загнул его и вытащил прямо вытаскивать неудобно было не получалось снащил такими ты сейчас я вот это поставлю но вот у нас новый аккуратно на место поставим туда вот такой и 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 такой диаметр головку или трубу и слегка загну и доведу до конца. Он слабо держится сейчас, слабо держится, нормой рукой не получается. Я его сейчас поставлю и покажу вам. Вот манжет поставили туда. Такое приспособление, это головка у нас. Тридцать вторая головка. Тридцать вторая головка, вот эта насадка. Я вот сюда поставил, сперва рукой поставил туда и молотком слегка ударил. И поставил на свое место. Сейчас он сидит там, хорошо сидит. Сейчас поставим полуось, чтобы полуось поставить, вот эти болты надо поменять. На старом плохие, на моем хорошие свои поставлю туда. Потом полуось поставим. Отсюда у нас не получилось ставить полуось, вот там находится пластинка. Вот согнулась, вот эта пластинка. Вот она мешала полуось пройти туда. Нам пришлось, вот не совпадало, пришлось снять редуктор. И сейчас исправим пластинку, потом выровняем пластинку и потом поставим. Вот у нас раздатку мы сняли, вот пластинка, редуктор мы сняли, вот пластинка здесь, которая находится сбоку идет, направляющая пластинка. Вот это согнулось у нас и вот в раздатку, хоп, закрыло. Ну, небольшую пространство закнул, не получалось. Вот в это отверстие не получалось полуось вставить. Он вот так, практически вот так закрыл и все, полуось не заходило. Сейчас нам надо будет вот этот пластинку выровнять и поставить редуктор и все будет готово. Так что, если будут такие проблемы, надо будет уже по-любому редуктор снять. По-другому его исправить не получится в данный момент. Вот мы его выровняли. Видите, краны поднялись, вот эти. Вот, их надо сейчас плоскокопцами выровнять. Плоскокопцами надо выровнять. Так, возьмем и выровним. Вот так, так не получится. Вот сейчас выровняли, все. Сейчас надо будет поставить редуктор и проверить. Потом снять прокладку, все поменять здесь, в которой прокладку поменят и полностью поставить уже надо будет. Сейчас, когда отсюда смотрим, там шестеренки видно. Вот краны видно бывает. А тогда у нас не видно экран. Вообще. На камере плохо видно? Конечно. Когда светят и смотрят, экран аккуратно видно. А так до этого у нас ничего не видно было. Фокус, фокус. Не видно. Фокус. Фокус. Вейо. Фокус. Фокус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok